Привет, друзья! Власти ФРГ пожаловались на нежелание немцев экономить газ. Высокий уровень потребления газа частными немецкими домохозяйствами грозит дефицитом голубого топлива предстоящей зимой, заявил глава федерального сетевого агентства Клаус Мюллер, цитата. Темпы частого потребления газа растут слишком быстро, даже несмотря на резкий рост цен. Сейчас немецкие потребители используют на 15% больше топлива, чем в прошлом году. Вне зависимости от того, ждет нас теплая или холодная зима, нам нужна экономия минимум в 20%. Пока мы далеки от этой цифры, подчеркнул Мюллер. Он предупредил, что если частные домохозяйства не будут экономнее, то пострадает вся немецкая промышленность. И снова я с вами, Дмитрий Евстафьев. Дмитрий Евстафьев, профессор, который смотрит мир, видит там очень разные вещи, видит там примерно то, что и вы, живет, наверное, такую же жизнь, как вы, ездит в этом же метро, читает эти же телеграм-каналы. Вы знаете, наверное, мы будем вспоминать минувшую неделю, как период, когда родилась новая российская государственность, и родилось настоящее российское гражданское общество. Не вот этот суррогат гражданского общества, самоназначенная российская интеллигенция, которая непонятно кого представляла, не вот эти блогеры на госбюджетах там, которые нам рассказывали, как космические корабли бороздят большой театр. Родилась Россия, которая и будет той Россией в 21 веке, которая победит в войне с Западом, не на Украине, нет, которая победит в войне с Западом. Это большая война, это война надолго, я это пытался много раз сказать. Что-то мне вот никто не верил раньше, а сейчас все больше и больше людей начинают мне верить. Это отрадно. Жалко-то только, что только немножко поздно. Всегда вот это, знаете, после знания, оно всегда вот вроде я прав был. Вроде все по-моему вышло. И вот это чувство досады, досады и горечи за погибших, за потраченные деньги, за искореженные судьбы, за мессмысленную трату ресурсов, народных ресурсов. Поэтому от того, что я бываю прав, мне мне не радостно. Мне в какой-то мере даже иногда бывает горько. Потому что быть, знаете, быть плохим пророком это очень плохая функция. Я хотел бы быть хорошим пророком. Ну, так вышло. Планита у меня такая. У меня тут, знаете, я никогда практически стараюсь не читать комментарии там к своим выступлениям. Я не смотрю, что мне пишут. Я к постам специально отключил комментарии. Так, ну, случайно тут увидел, вчера я в одном месте выступал, и случайно увидел очень интересный комментарий. Вот, говорит, мол, сидит этот вот Евстафьев. Так, и сидит, говорит, этот Евстафьев, и спокойно рассуждает. А у нас вот там горит все, все пропало, все закончилось, вообще все, катастрофа. А он сидит и спокойно рассуждает. А у меня работа такая, сидеть и спокойно рассуждать. Нет, у меня нет работы вас успокаивать. Я не обучен этому. Но если еще я буду истерить, если я буду кричать, если я буду биться об стену, ну, наверное, это будет не самое хорошее. Вот вы себе представьте, вот я сижу сейчас спокойно. Да, у меня внутри колокочет. Просто поверьте. Просто поверьте, у меня внутри колокочет. Ну, если я сейчас скачу вот на этот стол, начну рвать на себе рубашку, кричать, истерить, и брызгать слюной, как вы думаете, наша победа в борьбе с Западом приблизится или отдалиться? Ну, сами себе на этот вопрос ответьте. Наше гражданское общество, оно должно, оно вот сейчас возникает. Вот мы сейчас читаем, реагируем, пишем, боремся с несправедливостью, боремся с нарушениями в ходе мобилизации. Честное слово. и это работает. Ситуация с мобилизацией вот сейчас и неделю назад, это принципиально две абсолютно разные истории. Но это гражданское общество должно понимать, что оно существует для того, чтобы говорить ровным голосом, без истерики, и спокойно. Да, наша власть нас слышит редко. наша власть, к сожалению, она считала, что она живет на другой планете и спускает оттуда ценные указания о том, как жить, что делать. А ему отсюда докладывают, знаете, такой песня была в 30-е годы, что все хорошо, прекрасная маркиза, только кобыла окалела, а потом еще муж застрелился, а потом усадьба сгорела, да вы вообще банкрот, девушка. Но даже в такой ситуации очень четко понимать, что будущее нашей страны это не мы, это не чиновники. Это мы. Наше спокойствие, наше мужество, наша сила, наша способность разбираться, наша способность остановиться и спокойно задать вопросы. И мы сегодня попытаемся задавать эти вопросы очень разным людям. Про очень разные темы. Но делать это надо спокойно, упрямо, несколько раз. В конечном счете, знаете, я вам расскажу про себя историю. Ну как про себя? Будем делать вид, что не про себя. Хотя она про себя. Вот я сейчас наблюдаю в некоторых образовательных институциях работу бешеного принтера, который печатает с совершенно космической скоростью так называемые контракты на работу, на дистанционную работу преподавателя. Ну, для тех людей, которые, как говорится, как это у нас принято говорить, испуганные патриоты, да? Испуганные патриоты, которые сейчас штурмуют в Верхний Ларс. Штампуют для своих. Вот можно устроить скандал, а можно поставить спокойно вопрос, а где сейчас эти люди будут? А кто уехал-то? А это очень ценные люди для нашего образования или нет? Или, может быть, проверить, кто штампует эти дистанционные контракты в каком-то, по-моему, уже ненормальном количестве? Вот этим мы будем заниматься. Будем спокойно задавать вопросы. Я Дмитрий Евстафьев. Я профессор, который смотрит мир. Во-первых, восьми минутах я говорил о том, что наше гражданское общество, которое вот именно сейчас формируется, именно сейчас набирает силу, это общество, которое должно быть спокойным и упрямым. спокойным и упрямым, спокойно и упрямо задавать вопросы власти и стремиться получить на них ответы. Да, тяжелый сегодня день. Дело даже не в том, что наши войска оставили Лиман. Лиман был, к сожалению, ситуация была такая, что мы рано или поздно этот город должны были оставить. Все дело не в Лимане и не в том, правильно или неправильно ему оказывалось помощь. Хотя, я думаю, что и там можно ошибок набрать. А в том, что после знаменитого маневра Балаклейско-Изюмской маневровой операции вот этого наступления с перевернутым фронтом, когда фактически Харьковский фронт был обрушен, можно было очень долго обсуждать когда и как. Но я хочу вам сказать, что те ребята, которые держали Лиман это герои. Мы даже не представляем сейчас, насколько они герои. Возможно, вот этим удержанием в течение последних двух недель Лимана они принесли нам победу в осенней кампании. Я редко высказываюсь по поводу, почти никогда не высказываюсь по поводу ситуации на фронте. Я не считаю себя компетентным. но к сожалению, это очень сложная история. И не всегда вот люди там, знаете, я сегодня прочитал одного профессионального русского националиста, который там всех разнес, всем объяснил, как надо воевать. но вот я никогда не критикую или почти никогда не критикую военкоров, которые с фронта, потому что они там, у них есть своя окопная правда. А ты-то, милок, где? Ну, вот ты, милок, где? С дивана получаешь? Ну, что, в чем проблема-то? Пойди в военкомат, пойди к Пригожину, так, пойди к казакам, взял автомат, вперед, покажи нам, как надо воевать, покажи нам, как командовать хотя бы взводом, я в своей жизни взводом не командовал. Хотя, так сказать, вот на гражданских у меня подчиненных было, вот как раз, кстати говоря, взвод и был, 28 человек у меня был. Это был мой максимум управленческий. Я себе представляю, как тяжело иметь командовать, тем более, как тяжело командовать в бою. А вот эти ребята, которые держали Лиман, это герои, и то, что мы смогли их оттуда вытянуть, это большой залог победы. Это большой залог, что дальше можно будет подошедшие резервы, может быть, кого-то из добровольцев, включить подразделения, которые имеют такой колоссальный боевой опыт. Я сейчас даже, знаете, не обсуждаю, сколько там положили украинцев. есть у меня тут украинцев, украинских нацистов, назовем это своими именами. Есть у меня, конечно, кое-какие сведения, но даже мне, человеку, запредельно циничному и много и долго изучавшему локальные конфликты, пока это кажется фантастическим, потому что если это правда и выяснится, что потери примерно таковые, как приходят вот с той, подчеркиваю, с той линии, с той стороны, да, ну, в общем, конечно, это даже я бы не назвал первой победой. Что касается всего остального, то, знаете, то, что странные войны странно заканчиваются и не в пользу тех, кто ведет странные войны. Это мы все знаем. И то, что в обществе висело вот это непонимание, почему мы вот именно так воюем, ну, я вам скажу, по-моему, это было очевидно всем. Если это нашим начальникам было неочевидно, ну, значит, они действительно живут на какой-то другой планете. Это ощущение того, что нужно объясниться, что вообще происходит-то. Что это за странная война? Оно было в метро, в автобусах, в интернете, в соцсети, оно было везде. Но если вы, для вас это было неожиданно, уважаемое начальство, значит, смените мониторщиков, которые мониторят общественное мнение. Увольте тех, кто это делает, потому что они вам вешают лапшу на уши. Вопросы о том, что происходит, почему эта вялая война, они, это все еще началось в июле. И с июля начали задаваться вопросы относительно роли тех или иных должностных лиц в этой кампании. Причем прямо могу сказать, что были истеричные выкрики, но в основном спрашивали спокойно, и что получали в ответ. А в ответ получали, пошли вон. Ну, пошли вон. Знаете, я вам сейчас один фрагмент зачитаю, это мой фрагмент, вы знаете, я всегда готовлюсь, у меня тут куча всяких набросков, я их пишу, чаще от руки, а здесь напечатал. Вот здесь напечатал. Этот фрагмент был мной напечатан моими вот этими ручками примерно за час пятнадцать до того, как появился пост глубоко умного и уважаемого Рамзана Ахмадовича Кадырова. У меня, как говорится, это очень легко будет проверить, потому что у меня есть, я отправил его человеку с комментарием, а я что, вот я отправил, говорит, посмотри, такой очень мудрый восточный человек, вообще наше спасение и наше счастье, что мы живем с нашим рядом вот этим великим востоком, в том числе и с нами работает восточный, вот они своей восточной мудрости очень много, много нам помогают. наш Кавказ, наш Восток, вот у них надо учиться, и я говорю, посмотри, я совсем вот, как бы, пошел, как говорится, не туда, или нет. Я вам его зачитаю. Ну, там, много всего, так, про, и так далее, я вам один кусочек зачитаю, последний, вот он есть. И последний. Генералов у нас много, и среди них есть очень достойные люди, но хотелось бы пожелать им одного, выйти за рамки этой самой генеральской круговой поруки. Сейчас это точно не просто лишнее, но политически опасное. Героев мы многих знаем, и это правильно, а многих еще узнаем. Я, кстати, хотел бы обратить внимание, у Андрея Медведева, в его телеграм-канале есть рассказ о том, как с высокой долей вероятности погибла наша разведгруппа в районе Лимана, которая до последнего билась, до последнего наводила артиллерию и авиацию. Вот я хотел бы, чтобы их фамилии когда-нибудь нам стали известны. Потому что это герои. Они до последнего бились. А мы должны знать и тех, чьи провалы и бездарность солдаты и офицеры вынуждены закрывать своим героизм. Как так получилось, что фланги у героев Лимана оказались обнаженными? Почему противник безнаказанно перебрасывает войска откуда хочет и куда хочет? И наконец, а почему-то опять бесперебойно работает якобы давно разбомбленный НПЗ Коломойского в Кременчуге? Вопросов много. Вопросов очень много. Вопросов много о командовании. А кто собственно командует? Вот у нас сегодня будет один гость, я обязательно хочу спросить, а как вообще построено командование так называемой специальной военной операции? Как так получается, что командующие направлением, как выясняется, они вообще не очень понимают, что делается у соседей, какой замысел у соседа? Знаете, я вам так скажу, я только с одной вещью Рамзан Ахматович не вполне согласен, это даже бог с ним, с генералом Лапиным, я не сват, не брат генерала Лапину, и там действительно есть кое-какие серьезные вопросы. Но здесь же вопрос не в командующем направлении, который командовал одним направлением, а его бросили затыкать дырку на другом направлении, а куда-то пропал командующий группировкой Запад, вот, которая, собственно говоря, обвалилась вот эта вот парадно-лампасная публика, у нас на парадах они очень любили ходить, лейтенанты. Ну да, ну да. Поэтому здесь вопрос все-таки не к командующим направлениями, здесь вопрос все-таки к общей организации дела, к общей организации командования. Наверное, помимо и Рамзана Ахматовича, Кадырова, генерал-лейтенанта, и меня, лейтенанта, вот, по специальности, которую сейчас даже не призывают, да и не нужна она сейчас совершенно. Так? и большого количества других людей, которые задают вопросы, необходимо все-таки нашему политическому руководству разобраться с двумя вопросами. Первое. А точно наше политическое руководство получает полную информацию о положении дела на фронтах. И второе. А кто командует все-таки этой операцией? Вот кто ответственный? Кто проглядел конкретно? Кто? Кроме командующего группировкой Запад? Это понятно. Он уволен с должности. Кто проглядел концентрацию сил на Харьковском направлении? Кто проглядел концентрацию сил на Лиманском направлении? там есть некоторое намекище в тексте Рамзана Ахмадовича Кадырова? Но хотелось бы, чтобы этот вопрос не в телеграме задавался, а в специально оборудованных помещениях, специально обученными людьми. кто проглядел два контрудара? Да, их военные последствия не так трагичны, как кажется. Их политические последствия колоссальны. Политические последствия двух подряд успешных контрударов украинских вооруженных сил, нашпигованных иностранными иностранными наемниками иностранной техникой, они очень тяжелые. И тут не надо прятать голову в песок. Надо честно признать, что они они с нами будут очень долго, пока мы не добьемся наконец значимой военной победы. И исходя из этого стоит ведь очень простой вопрос. А мы можем добиться значимой военной победы с тем кадровым составом и с тем и с тем организационным обеспечением в рамках той структуры, которая у нас есть? Ну давайте оставим наше руководство, которое проявляет в действительности очень большую глубину понимания очень многих проблем, не являясь специалистами в военном деле. И вот оставим, дадим время нашему руководству вот над этими вещами подумать. на мой взгляд, нужна ставка. Ставка Верховного Главного Командующего. Мы не ведем специальную военную операцию. Мы входим в состояние не прямого но столкновения с Западом. Пока это не НАТО, пока это военнослужащие стран НАТО. Но тем не менее, если смотреть на всю ситуацию в комплексе, начиная от наемников под Харьковом и заканчивая террористическим актом на объектах, которые вообще-то являются в значительной мере российской собственностью в международных водах Балтийского моря, то мы должны понять, что мы сталкиваемся с совершенно новым уровнем эскалации. И дальше воевать, дальше вести эту гибридную войну теми организационными методами, которые были характерны для последних месяцев, к сожалению, нельзя. Хочется, но нельзя. Особенно с учетом того, что в армию сейчас придет 300 тысяч мобилизованных, фактически гражданских, с другой ментальностью. Ими надо по-другому управлять. Вы уж меня извините, если у нас контрактники бежали гроздьями, то здесь эта проблема встает в полный рост. Мы должны категорически поднять степень ответственности и политических руководителей, и военачальников. Мы категорически должны карать за вранье. Вранье? Нет! Не этот батальон Кракен, который каждый день бомбили, никак разбомбить не могут, суть по сводкам. Хорошо, в последнее время перестали его бомбить. А то каждый день думает, что же кракен такой-то щупальца. вот это вот, конечно, проблема. Ну, так вот, ни Кракен наш враг, ни рептилоиды, ни коллективный запад. Наш главный враг на ближайшие два месяца это вранье. Победим вранье, разгромим, поставим запад в очень тяжелое положение. и еще. Давайте все-таки каким-то образом, я не знаю каким, прекратим эту битву за награды и должности и новые звания. Я вот не хочу называть фамилии. Хотя очень прям вот у меня сейчас вот здесь фотография этого человека. я не хочу ее вывешивать. Этот человек не командовал никогда ни одним воинским подразделением. Количество подчиненных у него никогда не превышало 50 человек. Может 100. У этого человека 7 орденов. Он мне ровесник. Он тоже 66 года рождения. не перебор. Когда у нас у боевых генералов, у героев России по одному ордену мужества, у боевых генералов, я знаю одного генерала, вершистый, за словом в карман не лезет. Со мной периодически спутят, вот у него один орден. а он командовал все и батальоном, и полком, над штабом был всегда. Перед тем, как начать командовать соединением, обязательно год-полтора ходил над штабом. Один орден. слугу передачи. А тут семь орденов. По-моему, вот эту историю надо как-то это поскромнее делать. И мне кажется, это будет очень правильно, это будет понято нашим обществом. Наше общество очень ответственное. Вот я смотрю на реакцию нашего общества, в том числе на мобилизацию. Ну да, кто-то уехал, кто-то бежит там непонятно как. Но в целом наше общество оказалось гораздо более зрелым, чем мы все думали. Это общество, оно готово воспринимать от руководства страны и от военных, и от всех остальных правду. Иногда горько. Да, не удалось победить с полпинка. Ну то есть с полпинка украинскую армию мы победили, но только вместо украинской армии в один прекрасный день, это тоже кстати вопрос, а почему мы просмотрели момент, когда вместо украинской армии у нас появилось военнослужащие стран НАТО и безумное количество иностранных наемников. Вот наше общество, оно готово воспринимать правду, оно готово слушать молчаливо, готово помогать. Только скажите чем, как, где, что, разговаривайте с обществом, и общество это оценит. Я Дмитрий Евстафьев, профессор, пытающийся, дважды профессор и единожды доцент, можно так сказать, пытающийся смотреть в мир. У меня сейчас, у меня вообще очень плотный сегодня день. Вот, у меня сейчас прекрасный гость Александр Геннадьевич Волга, глава военно-гражданской администрации города Энергодара. Вот, если он у нас на связи, подключаем, ребят. Добрый вечер, Александр Геннадьевич, поздравляю вас с вчерашним событием. Да, формально это все еще должно пройти процедуру ратификации в Государственной Думе, потом в Сайте Федерации, потом окончательное подписание президентом, но я думаю, что все самое главное уже свершилось. Поэтому у нас, у меня, собственно, к вам два вопроса. Первый и второй. Первый вопрос довольно простой. Как реагировала противостоящая сторона на итоги референдума и на те события, которые вчера происходили в Кребле? Ну, каким образом реагировала та сторона? Мы, конечно же, все прекрасно понимаем, что они не принимают итоги референдума, напрямую об этом заявляют. По, скажем так, по переписке, по телефонам разговоров моих товарищей непосредственно, которые своими родственниками, которые находятся там, лояльными непосредственно к встрече и переходу к самой Российской Федерации, потому что таковых большинство, могу сказать, Запорожье по тем моментам, по тем настроениям, которые там на данный момент витают. Потому что та политика, в принципе, большому счету, которая сейчас ведется там, она говорит лишь об одном, то, что украинское правительство начало социальный террор уже в отношении граждан, которые находятся на подконтрольных им территориях. И это, естественно, никакому нормальному человеку уже просто не может правиться. Те нападки и те, в принципе, провокации, которые были ожидаемы, они, естественно, ведутся в отношении, скажем так, наших территорий. С сегодняшнего дня нанесено по инфраструктуре города огромнейшее количество ударов. В первую очередь ударов крупному подверглась тепловая электростанция у нас сегодня. Даже было попадание в отводящую трубу. Это обусловлено только лишь одним, то, что они уже попрощались с этой территорией, считая ее Российской Федерацией, наносят уже по Российской Федерации огонь. Не считаясь ни с тем, что, в принципе, здесь находится гражданское население, нет военнослужащих на тех объектах, по которым ведутся удары. Ну, и это говорит только лишь о том, что, скажем так, их неадекватность на данный момент она видна невооруженным глазом уже даже тем людям, которые, может быть, отчасти каким-то образом поддерживали ситуацию по поводу Украины, украинского правительства и так далее и тому подобное. Спровоцировало ли что-то лишь одно, это дало высокую явку жителей Запорожской области и Херсонской области, по которым ведется постоянный огонь и выбор их в сторону Российской Федерации. Мне тоже вот складывается впечатление, я, ну, просто профессионально вынужден читать там паблики с другой стороны, даже чуть-чуть начал понимать вот эту вот мову письменную, а все, они попрощались. Это уже не их. Второй вопрос, такой, может быть, более сложный, в чем есть потребность? В чем есть потребность в Энергодаре? Что можем сделать мы? Понятно, мы не государство, мы гражданское общество, кто-то работает в средствах массовой информации, кто-то, как я, например, в образовательных учреждениях. Что мы, вот что каждый такой обычный человек из Москвы, из России может сделать вот конкретно для Энергодара, для Запорожской области, что бы вы поставили вот как бы во голову угла из такого достижимого для обычных людей? Ведь гражданское общество действительно издавлено много может. Ну, что касается в принципе самой личной помощи конкретно, ну, тут у нас действуют как бы гуманитарные программы Российской Федерации, в частности заключаются активно общественные организации «Мы вместе с Россией». То же самое «Росатом» активно ведет политику на данный момент в связи с тем, что мы уже находимся в Российской Федерации. буквально и на данный момент сейчас тоже находятся представители ФМБА, медико-биологическое управление, которое непосредственно нашу больницу берет под свое крыло и начинает уже программу реализовывать в рамках развития медицины. В принципе, что касается может быть каких-то персональных личных моментов, мы готовимся сейчас на данный момент активно к зиме. Есть ряд моментов обусловленных тем, каким образом мы будем соответственно входить в нее, потому как основной теплоноситель он нашел с атомной электростанцией. Идет двойная программа сейчас на данный момент, и мы решаем ее совместно с правительством военно-гражданской администрации Запорожской области с Российской Федерацией. Она разработана по поводу альтернативной ситуации, по поводу отопительного сезона. В ближайшее время мы начнем ее реализовывать и за что естественно большое спасибо всем людям, не безучастным в данной ситуации. Приходят к нам сюда гуманитарные коридоры, на данный момент все нуждающиеся, в принципе обеспечены по всем этим направлениям и слава богу говорить по поводу того, чтобы каждый человек каким-то образом поучаствовал во всей ситуации. Есть какие-то видимо гуманитарные миссии, которые собирают что-то там по всем этим направлениям. Я думаю, что что касается города Энергодар, здесь слава богу мы идем в рамках скажем так правительства Российской Федерации. Мы на данный момент являемся гражданами Российской Федерации. Части может быть если реализовать программу гуманитарную непосредственно к тем людям, которые нас защищают, это конечно был большой плюс. Потому что действительно ребята, я думаю, что находясь на передке в большей степени нуждаются именно в поддержке по определенным направлениям. Я думаю, что они всем известны. Естественно, кто будет не безучастен, это будет большой плюс. Александр Георгиевич, я просто хочу объяснить свою позицию. Мы не пытаемся здесь подменить государство, но вот я, например, в Крыму, в Крым, когда вот приехал туда второй год, я в библиотеку одного города курортного просто две коробки книг привез, фантастики, те, которые не попадали в госзаказ. Так, если что-то нужно, мы здесь сами скинемся, сами соберем, машину упакуем, слава богу, у нас эти возможности есть, гражданское общество собирает тут и в действительности, ну, я поразился за последние месяцы, насколько сильно гражданское общество, поэтому спасибо вам, что были, но вот просто не стесняйтесь, если что-то надо, так, и что-то государство не успевает. Ну, я привез, вот честно вам могу сказать, я привез две коробки книг советской фантастики. Ну, понятно, что это в госзаказ успел бы там через там какое-то время, я просто ехал, привез. Сейчас это можно сделать в гораздо больших количествах и больших качествах, поэтому если что-то есть, просто сообщайте. Я, я как человек, который работал в системе Росатома, я прекрасно понимаю, какое качество там и всех там вещей, какие серьезные люди там, но все-таки если что-то, поэтому огромное вам спасибо, вот, что были, знаю, поздравляю вас еще с радостным событием, вот, действительно, для людей, для людей это понимание того, что будет дальше. Ну, что, а у меня такой очень серьезный гость, вот, генерал-полковник Валерий Иванович Марченков, научный руководитель военного университета. Это действительно крупнейший специалист, который, ну, командовал в том числе, например, Таманской мотострелковой дивизии. Более того, он является главным редактором военного академического вестника, это журнал научный военного университета, и я имел честь там публиковаться. Я, это очень серьезный человек, который совмещает огромный практический навык, ну, знание, опыт, и действительно способность общетеоретическому осмыслению проблем. Валерий Иванович, здравствуйте, вы на связи, насколько я понимаю. У меня несколько коротких вопросов, я, в общем, в военном деле профан. Первый вопрос. Вот мы сейчас обсуждаем вот эти провалы, а я хотел бы задать вопрос, а как нужно, вообще, как по идее управляются, должны управляться такого рода операции? Вот у кого должна сходиться вся полнота информации и вся полнота ответственности за проведение подобных операций? Да, спасибо. В настоящее время планирование специальных операций с каждым ее этапом координации взаимодействия с группировками Министерства обороны, Росглавии, подразделениями Луганской Донецкой Народной Республики обеспечивают их необходимой разведывательной информацией, людскими мемористическими ресурсами, организуют ответственность Генеральный Штат основных управлений оперативное управление сегодня являются фактически исполнителями Я повторю для наших слушателей командующие группировками являются фактическими исполнителями решений Генерального Штаба. Это очень важно, было плохо слышно. Валерий Иванович, извините, что перебил, но просто было плохо слышно, я специально это повторю в эфире. Да. Ну вот вам и первый ответ. Поэтому можно бежаться там и наезжать на генерал-полковника Лапина, но в действительности весь вопрос в головном органе, который планирует и отвечает за проведение боевых действий. Командующий группировками, включая генерал-полковника Лапина, как угодно можете к нему относиться. У кого-то одно отношение, у кого-то другое отношение, но это исполнители. А замысел, стратегия, она здесь в Москве в генеральном штабе. Ресурсы тоже подгоняются генеральным штабом. В этом смысле там считать, что генерал-полковник Лапин что-то делал самостоятельно, ну, по-моему, это немножко неправильно. А вот то, что генерал-полковник Лапин вероятнее всего недостаточно бил в колокола, ну, тут, наверное, есть над чем подумать. Но вообще, конечно, вернусь к двум вещам. Первое, это даже, вот то, что произошло в Харькове, под Харьковом, изюм, купян, с булоклея, это оперативное поражение. Лиман, это даже не оперативное поражение, это поражение тактическое. Но тем оно болезненнее, тем оно обиднее. Мы получили тактическое поражение там, где могли его не получить. Где могли, да, вероятнее всего, город пришлось бы оставить. Так уж сложилась оперативная ситуация на этом участке фронта. Но беда в том, что, беда в том, что мы прикрыли просчеты планирования операций в целом, отсутствие вот стратегического видения, стратегического плана, мы прикрыли фактически героизмом бойцов. К сожалению, у нас очень плохая связь с Валерием Ивановичем. Вот, как только восстановится, будем с ним вновь разговаривать, потому что это интереснейшее, действительно, утопнейшее. Просто посмотрите в поисковике, посмотрите его биографию, и вы поймете, что это человек, который, ну, прошел все и потом смог, ну, что называется, вот, обобщить свой опыт. Я, кстати, вам могу сказать, как человек, публиковавшийся в военном академическом журнале, где он глав представитель редакционного совета, более въедливые редактуры, чем там, у меня никогда не было. То есть вынули душу, и вот в этом, конечно, класс, класс есть класс. Вот, поэтому в действительности самое простое начинать сбрасывать какие-то проблемы и начинать обвинять полевых генералов. Что Лапина, что Суровикин, что даже Ярова Берникова, наверное. Хотя там есть очень серьезные вопросы. Там есть очень серьезные вопросы. Да, вот все, у нас Валерий Иванович на связи. Валерий Иванович, я просто рассказывал, как редакция военного академического журнала из меня при редактуре моей статьи вынула душу. Валерий Иванович, извините, что связь прерывается. Продолжайте, пожалуйста, вот именно про планирование. Такая система не является неуправляемой и безответственной с точки зрения персональной ответственности конкретно должностной операции и в основном введении современной войны. Нет, не получается у нас со связью. Одно слово я услышал, не знаю, как вы. Услышал я Валерий Иванович слово такое, тяжелое, мы его все не любим. Услышал я Валерий Иванович слово персональная ответственность. Персональная ответственность. это то, что Валерий Иванович Моисеевич Каганович, не очень любимый мной персонаж назвал. У каждой проблемы есть фамилия, имя и отчество. Но только не надо заменять фамилиями, именами и отчествами дефект системы. Надо заменить и фамилию, имя и отчество, но поправить систему. Мы воюем с современным противником, у которого от момента получения разведданных до выстрела проходят минуты, а у нас часы. Мы воюем с противником, который мы только взлетели в районе Каспия, а уже системы ПВО наших оппонентов на Украине про это знают. Мы воюем с противником, космическая группировка которого превосходит нас в разы. И, кстати, а почему это случилось? Это не считая коммерческих спутников. Как так произошло? У нас такие успехи были в космосе, а? Ну, так, я просто спросил. Мы их опережаем по ряду показателей, например, в качестве техники, в возможностях техники. Ну, мы тоже, например, должны сделать очень серьезные выводы относительно бронетехники, которые сейчас там воюют на поле боя. Например, я посмотрел бы на то, что делают французы. Сезарь серьезная машина. Очень серьезная. И надо посмотреть. Да, она не для всякой местности, не для всякого климата. Но, тем не менее, колесная колесная машина такой мощности, такого калибра, это что-то интересное. Надо изучить, а не отбрасывать выдумки империализма. Но все-таки вернусь, вы знаете, тому, что сказал Валерий Иванович Марченков, герополковник, научный руководитель военного университета. я там выступал пару раз в военном университете. Сказал, вот эта персональная ответственность и адекватность командования и планирования. Вот это, по-моему, самое-самое-самое важное. И не врать. Наш враг вранье. Вранье, к сожалению, оно это саморасширяющая система. Вранье? Вранье. Вы соврали раз, в следующий раз вам надо соврать дважды. А дальше вы вреваете, 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 вреваете. Вы Арестовича видели? Он там окружил в Лимане аж пять тысяч человек наших. Господи, если бы там было наших пять тысяч человек, бы. А мы же не хотим, чтобы у нас по кабинетам сидели Арестовичи. Мы же не хотим погружаться вот в этот кокон вранья, который создал Арестович применительно к нуждам украинской политики. Мы же хотим победы, и при этом мы хотим чистой победы. Нам присоединились больше, почти больше восьми миллионов человек. Дончане, это же, знаете, это люди из стали. Это восемь лет бились за право быть Россией. Им надо соответствовать, вот этим людям. Надо соответствовать их уровню, их потенциалу, их стойкости. для этого прежде всего надо прекратить врать начальству, а потом врать себе. Правда, с другой стороны, надо все-таки прекратить раньше врать себе, а потом начальству. Вот. И все у нас получится. Лиманское поражение, еще раз тактическое поражение, но оно политически болезненно и психологически болезненно. Но вот я назвал этот харьковский маневр так очень своевременным поражением. Да, это было очень своевременное поражение. Оно должно было нас отрезвить. И почему это не отрезвило? Может быть, все-таки задуматься, а почему же оно нас-то не отрезвило, а? Почему же мы продолжили вот эту странную войну уже после харьковского маневра? Вот это меня очень занимает. подумайте над этим, уважаемые коллеги. Я пойду попью чаек. У меня сейчас будет замечательный гость, с которым я никогда лично не встречался. Очень мечтал, если честно. Мы с ним переписывались как-то много лет назад в Фейсбуке. Мы были друзьями в Фейсбуке, ныне запрещенной в России полутеррористической организации, что в этом есть какая-то сермяжная правда, если честно. Сергей Васильевич Лукьяненко. Да, это Сергей Лукьяненко. Приветствую вас, Сергей Васильевич. Вот так вот свидетельствую. Я просто, когда мне сказали, что у меня может быть Сергей Лукьяненко, я все думал, давайте, что я сейчас задам вопросы про культуру. Я, как вы, наверное, догадываетесь, не про культуру, а слово совсем, а как бы наоборот. И вот события всегда бегут впереди нас. Поэтому я буду так перемежать вопросы про культуру вопросами про антикультуру. Вот что меня поразило, когда я читал ваши книги, это то, что вы, наверное, один из немногих, может быть, скорее всего, вообще первый человек, кто совместил мир Яви и мир Нави. Да, вот мир сказки, да, вот фэнтези, ну, там, это нельзя назвать фэнтези, и мир Яви. И у вас, что называется, они совместились в конкретных людях. Эти люди, да, ездят на обычных машинах, живут в обычных квартирах, едят обычную еду, и при этом они, собственно, существуют в мире Нави, вот по-русски это вот в мире сказки. Да? Не на границе, а именно в двух мирах. Вот я сейчас смотрю на ту ситуацию, которая у нас в политике, там, в информационных технологиях. Я вот много занимался вопросами информационного общества. А мне кажется, что мир Нави настолько вошел вот в наш мир, в мир наших конкретных, вот обычный наш мир, мир обычных людей, что у нас многие люди начинают думать, что вот они создали вокруг себя мир такой фантазийный, и смогут в нем прожить всю жизнь. Вот вам такое не кажется? А вот я дальше сейчас умолчу, замолчу, а вы будете просто рассказывать. Я буду вас слушать. Ну, на самом деле, вообще, вся ситуация с дозорами была придумана чисто по линии, потому что мне не хотелось придумывать, описывать, скажем так, некую средневековую историю, где традиционно происходят действия с волшебниками, какими-то вампирами, прочими мистическими существами. Я понял, что надо слишком глубоко погрузиться, чтобы это было убедительно, и возникла мысль перенести все вот это сказочное действие в нашу реальность повседневную. Оказалось, что это не просто лемность, оказалось, что действительно вот эта сказочная реальность, она прекрасно вписывается в нашу действительность, и более того, да, действительно возникает ощущение, что мы немножко в сказке и живем. То есть нынешнее время, оно, собственно говоря, позволяет каждому сконструировать какое-то свое скорлупу, виртуальное окружение той или иной степени реальности и беспокойно в нем существовать. Во всяком случае, по большей части с реальным миром практически не контактируя. Ну, особенно это, наверное, свойственно людям каких-то творческих профессий, людям, которые работают удаленно, в сетях и так далее. Так что, да, я согласен, что такой сказочный мир, он на самом деле с нашим миром очень близок, ближе, чем был когда-либо. Я просто к чему, вот я, маленькое пояснение, но вот где-то лет 15 назад я в одной статье упоминал про феномен хикикамори, да, это в Японии люди, которые, вот они заперли в своей квартире, им там через окошечко еду, они живут в виртуальной жизни, никуда не выходят. Их на тот момент по официальным данным на всю Японию было около 300 тысяч. И японцы дико этого стыдились. То есть, ну вот там, ну зачем, вы понимаете, двух вещей, вот я с японцами много общался, я работал по бизнесу, двух вещей, они очень как бы, ну им было неприятно, это знаменитые 800 бомжей в Токио, да, которым строят дома, они их загаживают, их потом приходится сносить, а они уезжают куда-то там, значит, в пойме реки там живут в Токио. И второе, это хикикамори. Прошло 15 лет. Сергей Васильевич, они, во-первых, их уже где-то в районе миллиона, если не больше, и второе, а японцы перестали этого стыдиться. Это стал мейнстрим. Ну то как, ну еще не мейнстрим, ну как бы, знаете, вот это, допустимое, ну вот как, знаете, вот там анализ сдаешь, ну вроде ты, ну вот у тебя верхняя граница нормы, да, а это нижняя граница нормы. Это вот что у нас так, что изменилось? Это изменились мы, изменился мир, или изменились информационные технологии? Ну в первую очередь технологии. Знаете, вот вспоминаю такой старый анекдот, когда человек жалуется другу, говорит, ты представляешь, я взрослый мужик, ну продолжаю временами мочиться в постели ночью, и очень этого стыжусь. Тот говорит, ну сходи к психотерапевту. Ну вот он сходил к психотерапевту, вернулся, друг спрашивает, ну как, помогло? Он говорит, ты знаешь, нет, я не перестал писать в кровать, но теперь я этим горжусь. Вот. Ну вот, собственно говоря, это так убойно. Да, ситуация примерно такая, что если раньше вот эта какая-то оторванность от реальной жизни, она могла вызывать смущение, вот смотрите, наш знакомый, там наш сын, наш брат, он полностью погрузился в виртуальность. Теперь это норма, этого не надо стыдиться. На самом деле, я скажу, может быть, такую странную вещь, на самом деле, часть людей просто, наверное, к этому предрасположена, к тому, чтобы от реальной жизни куда-то уйти. Раньше выход был, по большому счёту, невелик, люди могли уйти в монастырь, люди могли уйти вообще в отшельничество, и такие люди всегда находились, и я думаю, что тут дело не в том, что они хотели таким образом служить Господу, а в первую очередь, что им действительно было так комфортно. То есть, определённое количество людей во все времена, в любой популяции, склонно было к такому отключению от реальности, от реального мира. вот сейчас пришло время, когда можно отключаться более комфортно, можно сидеть в квартире, тебе приносят пиццу и всё остальное, что ты заказываешь, ты работаешь по удалёнке, и всё время проводишь тоже в общении, в просмотре какого-то контента, в играх, в каких-то виртуальных мирах. Я думаю, что если такая вот виртуальность станет более реальной, более убедительной, то процентов 10-20 людей как минимум выберут такое существование. Если будет какое-то подключение к сети и ощущение будет возникать абсолютно реальности нахождения в каких-то сказочных мирах, люди с удовольствием убегут, им будет всё равно. Что происходит в реальном мире, кто президент, какая погода, что там, где идёт какая-то война или не война, это всё будет для них безразлично. Они будут как-то зарабатывать деньги и жить в своём прекрасном виртуальном мире. Да. Ну, мне вот это сложно принять. Я, конечно, я, ну, вообще мне с литературным даром сложно, но мне всё время я привязываюсь к реальность, я пытался писать один роман полуфантастический, и там действие происходит в одном из подъездов, здесь, кстати, рядом на Белорусской, я обманом, это много лет назад было, проник в этот подъезд, мне надо было писать, как расположены квартиры, и я понял, что у меня не получится сделать вот эту сцену, как я её задумывал, я взял и плюнул, до сих пор не могу взяться, вот я как-то вот это не могу. Но у меня другой сейчас вопрос, я монеточку немножко переверну, основой, вот концептуальной основой, если хотите, философской, не знаю, обидитесь вы на этот термин или нет, философской основой ваших романов является идея, что возможен договор между светом и тьмой. И, собственно, ваши герои, в том числе Антон Городецкий, они поддерживают этот баланс между светом и тьмой, что если есть свет, должна быть тьма. Но вот сейчас же очевидно, Сергей Васильевич, ну баланс-то нарушен. Ну баланс нарушен, конечно. Ну и что, вот с вашей точки зрения, именно как писателя, я как политолог, там как аналитик по-другому бы на эти вещи отвечаю. А вот именно как писателя, а можно его восстановить, вот этот баланс между светом и тьмой? Или, или вот война. Вот помните, вот это в фильме знаменитая, поразительная сцена на мосту? Или это вот, вот эта вот сцена на мосту неизбежна? Понимаете, я думаю, что вся беда началась с того момента, по большому счету, когда Советский Союз распался и в мире остался, по сути, один центр силы. Любая структура, даже может быть изначально правильная, если она завоевывает полное главество, она начинает так или иначе рушиться, деградировать. должен быть вот именно баланс. Иначе и победившее полностью добро, я боюсь, может превратиться в зло, само того, не заметив. То есть, в этом плане, то, что у нас называется, когда-то это называлось борьбой двух систем, но даже тогда, чувствуя некую неустойчивость этой конструкции, наши, во всяком случае, руководители всё время старались ввести ещё третью такую сторону, развивающиеся страны, третий мир и так далее. Потому что тогда система начинает обретать устойчивость, она начинает балансировать и какие-то резкие, неправильные движения одной стороны, они встречают противодействие другой и возникает через какое-то время такой баланс. Более того, в ситуации, когда существует, скажем так, свобода передвижения, свобода миграции, люди могут достаточно спокойно выбирать, вот мне не нравится складывающаяся в этой точке мира, скажем так, общественно-политическая реальность, строй, как угодно, тогда я возьму, еду, я буду жить там, где мне будет более комфортно. И это позволяло людям действительно как-то создавать различные модели человеческого общежития и более-менее балансировать. А в ситуации, когда появился вот у нас один гегемон в лице США, даже если бы все действия США были преисполнены исключительно благих намерений, я боюсь, что все равно система вышла бы, вошла бы в такой дисбаланс, она вошла. А поскольку действия все-таки были обусловлены в первую очередь желанием главенствующей роли персональной выгоды мы выше всех, мы лучше всех, мы знаем, как всему миру жить и будем указывать, иногда это проговаривалось практически прямо, то система и пошла в разнос, и я считаю, что баланс очень сильно сместился в сторону зла. Если будет снова возвращена миру какая-то конфигурация с несколькими центрами силы, я очень хочу, чтобы Россия была одним из этих центров, и я буду рад, если будет таким же центром Китай, и США пусть останутся прекрасно, и Европа пусть будет, вот это будет гораздо более в целом справедливое и доброе мироустройство. Понятно. Сейчас я задам беспредельно, некорректный вопрос. Пошлете, пошлете, не пошлете, не пошлете. Ну, на шару, дуракам везет. Вот. А где сейчас Антон Городицкий? Вот где он сейчас? Ведь он же жил рядом с нами, он практически, ну, наверное, помоложе меня. А вот и где он сейчас? Вот сейчас же ситуация очень такого, знаете, бывает выбора. Я помню, там замечательная у вас же сцена объяснения его с соседом вампиром, когда тот говорит, ну, нежить же, да, и тот говорит, у нас, говорит, есть несколько героев с войны, говорит, несколько героев Советского Союза. Да, меня жук-то поразил, над этим долго думал. Где сейчас Антон Городицкий? Антон Городицкий сейчас живет рядом со своей семьей, но в другой квартире, поскольку он является не просто лишенным силы иным, а еще иным, скажем так, источающим силу для окружающих иных. Соответственно, находиться рядом с ним долго, а иным тяжело. Вот Антон Городицкий вот сейчас так вот и существует, пытаясь смириться или не смириться со своей вновь вернувшейся человеческой природой. На самом деле, я начал писать последнюю книгу, седьмую книгу лет пять назад. Я не собирался этого делать. Я считал, что вернув Городицкого в человеческое состояние, я прошел такой полный круг, я закончил эту историю, то есть дальше можно было, конечно, продолжать писать, зарабатывать на этом деньги, этого хотели читатели у нас и за рубежом, но мне казалось, что все сказано. Потом я придумал, я неожиданно придумал, понял, как все может и должно завершиться, и я понял, что это будет очень интересное завершение. Я начал писать. Я написал несколько глав, они даже где-то в сети доступны, потом на какое-то время отставил, потом занимался другим проектом, потом снова вернулся, радостно начал писать и тут ударил ковид. Я торопливо засунул Городецкому в карман маску, потом решил, что не хочу я отвлекаться на такую сиюминутность, лучше сейчас напишу что-нибудь другое, а сейчас ковид завершится и можно будет его просто эпизодом упомянуть. Дело в том, что все романы дозорные, они пишутся, условно говоря, вот за окном у Городецкого то, что происходит сейчас в нашей жизни. Они пишутся, они привязываются к моменту реальности. И я дождался, так сказать, окончания ковида, радостно собрался писать дальше, тут у нас началось СВО. И я понял, что сейчас что-то писать, вот прямо на этот фонд помещать Городецкого, он не может заниматься своими делами в такой момент. Он не будет там бродить по Москве, решать какие-то мелкие загадки, когда, в общем-то, все вокруг так тяжело и сложно. И я отложил снова, я сказал, что вот когда к тому или иному финалу придет нынешняя ситуация и все немножко устаканится, вот тогда я этот роман допишу, закончу. Эх, спасибо, спасибо, Сергей Васильевич. это четверть или треть даже может уже примерно романа, но мне пришлось его остановить, потому что я не знаю, как сейчас, что с ним будет, как и с нами. да. Спасибо, Сергей Васильевич, что нашли время поговорить, очень было приятно, хотя я не могу сказать, что мы развиртуализировались, может быть, когда-то свидимся очно, будет приятно поговорить в более спокойной обстановке, вот именно про культуру, потому что, честно говоря, у меня есть чего спросить, как человек, который находится внутри культуры. спасибо Сергею Васильевичу Лукьяненко, замечательному автору. Так, слышит он меня или нет, не знаю, вот я думаю, что Антон Городецкий сейчас в учебном центре Министерства обороны Российской Федерации. Вот как-то мне это кажется. Не тот он человек, чтобы сейчас через верхний Ларс драпать. не тот. Да, но вот эта вот идея о том, что мир Нави пришел в наш мир и пытается его, мир фантазийный, пытается его завоевать, пытается его поглотить, мне кажется, что эта вещь очень такая актуальная и тяжелая. И мы с вами, наши с вами задачи, уважаемые друзья, это любыми как угодно любыми способами как угодно удержать себя хоть за волосы, хоть за честь, хоть за совесть, хоть за кошелек. И такое тоже. Мы все-таки живем в буржуазном государстве. Кто бы что ни говорил про общенародные интересы. Вот нам нужно удержаться в зоне реальности. Вот если мы погрузимся вот в этот мир фантазийных разборок, врагов, друзей, мы не вытянем. Россия это всегда страна реальности. Россия это огромные пространства, эти вот бесконечные железные дороги, поля, так говорят, ровные-ровные, да, не в Швейцарии ни разу, да, хотя есть и районы, которые в Швейцарии спутаешь. Но это вот страна реальности, страна, где надо быть. И вот сейчас происходит очень жесткий отбор. Сейчас выясняется, кто был, а кто казался. И, ну так опять же, спокойным голосом, еще раз, наш розыск спокойно и упрямо, спокойно и упрямо, каждый день на своем месте. С вами все еще я, профессор, который смотрит в мир. Одну историю вам расскажу на 40 секунд, у нас же есть следующий гость. Тут ко мне, значит, в районе станции метро аэропорт прицепился какой-то паренек, в кавычках, говорит, нас же всех побили, нас же всю армию побили, побили. Я говорю, ты откуда это знаешь? Он говорит, везде говорят, все говорят, я говорю, давай, достал телефон, говорю, давай, говорю, рассказывай, говорю, милок, кто говорит, кому, говорит, в телеграме пиши, говорю, в каких каналах, говорю, давай подробно, ну, делай вид, что снимай, ну, так, снял, конечно, на всякий случай. Я говорю, давай, рассказывай, как он побежал. До метро, наверное, бежал. От меня так однажды бежал один деятель Из приемной комиссии В 2017 году Всякие провокационные разговоры Я сидел на консультациях В приемной комиссии В 2017 году Подошел такой юноша И начал провокационные разговоры Я посмотрел, послушал Потом снял с руки часы Включил секундомер Говорю, у тебя 40 секунд, чтобы исчезнуть Как он рванул Задавайте вопросы, коллеги Задавайте вопросы тем, кто пытается вас провоцировать В большинстве случаев они убегут У меня следующий гость Замечательный человек Главный редактор Научно-популярного Как он называет себя Журнала-историк Хотя это никакой не научно-популярный А настоящий В действительности научный журнал А то, что там сносок нет Ну, как говорится Это не вина его Это его беда Вот Как говорится Мы ее в доблесть определим Владимир Николаевич Рудаков Я не буду, Володя, делать вид Что мы с тобой на вы Там и так далее Я тут со всеми на вы По имени и обществу стараюсь Но мы друг друга знаем Наверное, 20 с лишним лет Если не больше Вот 96-го года Да, вот, наверное, с 96-го года Во-первых, я хотел бы Сейчас я попытаюсь показать А вот эту вот замечательную книгу Которую ты мне презентовал Это книга Которая была Изна при участии журнала Историки соответствующих служб Которые обеспечивают работу этой Ближней дачи обеспечивали Книга великолепная Я хочу тебе сказать Я вас поздравляю с этой книгой Вот это Вот вроде и научная вещь А читать легко Вот, Володь, я тебе так скажу Разговор у нас сегодня с тобой будет В двух полосках Вообще, я хотел с тобой поговорить Про образование Потому что Вадим Николаевич Ко всему прочему Он еще преподает в школе Как он все успевает Это я даже не знаю Это я не понимаю Вот, хотел с тобой Про школу поговорить Но, видишь, события Развиваются довольно Специфически Как говорил товарищ Райкин Поэтому поговорим с тобой Про твою любимую тему Про империю А вот скажи мне, Володь А современная империя Это что? Это сетевая империя, как США? Это континентальная империя, как Китай? Китай, которая и то, и другая Ну, Китай все-таки, я думаю Мы понимаем, что это континентальная империя Да, так сказать, заминирующая народ Вот что такое империя второй половины 21 века С твоей точки зрения? Ты эту тему знаешь хорошо Не отнекивайся Ну, я просто даже не как человек, который знает эту тему А человек, который на эту тему думает время от времени Я просто попытался поразмышлять вместе Ведь мы об империи вообще говоря не думали Мы, я имею в виду социум российский На протяжении всего 20 века Мы о ней думали, вернее, только в крайне негативном смысле Мы отряхнули прах российской империи со своих ног В 17-м году И дальше, значит, выстроились разные версии того Насколько империи это плохо И не думаю, что это может быть и хорошо Там есть и негативные вещи Но анализ был заменен просто охаиванием самого феномена Хотя для России это важный феномен Потому что Россия долгие столетия была самой континентальной империей Я имею в виду Российскую империю Не только с Петра, но и с более глубоких времён И поэтому вот просто оплёбывание этого феномена Закрывало возможность промыслить многие важные сюжеты своего прошлого И, соответственно, не сделать никаких выгодов в настоящее будущее Очень характерный пример того, как империю воспринимала советская партийная номенклатура поздняя Есть такая книжка популярная Называется Как же она называется? «Записки президента», по-моему, она называется На её титульном листе стоит фамилия Бориса Николаевича Ельцина Который, как мы знаем, был первым членом обкома партии Кандидатом, членом политбюро, секретарём ЦК КПС Возглавлял Московский горком партии несколько лет Вот Ельцин, ну понятно, что он писал это дело, видимо, при помощи каких-то добрых людей Некоторые даже вошли в его ближайшее окружение, потом, прям семейное Но мысли, которые он излагал, они соответствовали, собственно говоря, представлениям Там и самого Ельцина, и Горбачёва, и Александра Николаевича Яковлева И многих-многих, гораздо даже более, наверное, интеллектуальных людей, чем сам Борис Николаевич Мысль сводилась к тому, что в 1991 году пробил последний час Советской империи, писал Ельцин Но сколько можно оставаться империей, писал Ельцин Сколько можно оставаться империей К тому времени все империи давно рухнули Британская, французская, португальская Не так давно и США пытались контролировать почти впрямую Целый ряд государств на своём и соседнем континенте Но не преуспели в этом, писал Ельцин Я был убеждён, что России нужно избавиться от своей имперской миссии Она отказывалась от традиционного образа Властительницы Кулумира, от вооружённого противостояния западной цивилизации От роли жандарма в решении национальных проблем Понимаете, в 1996 году, ну, давайте так скажем Первый президент России, всё-таки официальное лицо в каком-то смысле Значит, на голубом глазу писал такие вещи Сейчас, когда мы это читаем, ну, мне кажется, тут даже не смешно Да, то есть какая... Нет, я тебе так скажу, я вот тебя поспорю с тобой Здесь смешны две вещи Во-первых, смеёмся мы прежде всего над собой Потому что только сейчас мы начинаем понимать Насколько вот этот Ельцин, который в партию вступил очень поздно И тем не менее добился в партийной иерархии огромных высот Да, значит, вот со всеми его этими прибамбахами Значит, там ещё описано, как у него кран чуть не упал, да, там и так далее Насколько он одновременно был мы, да, вот наши внутренние комплексы таракан А с другой стороны, насколько он был партноменклатура Выражая вот прям вот их мысли Сейчас вот какого-нибудь партийного деятеля скажет Ельцин, это были вы Он же там обидится же жутко И второе Смеёмся мы с большими слезами, Володь Потому что вот то, что он пишет Ну, вернее, там, он ли это диктовал Или за него это писали Но это показывает совершенно феерическую Феерическую Вот такую геополитическую незрелость Российского правящего класса Просто дичь Но я чуть-чуть уточним то, что ты сказал Это и мы, и партийная верхушка, которая нам это транслировала Всё-таки в Советском Союзе многие, и большинство людей Жили, ну, так сказать, теми вещами, которые печатала газета «Правда» А перепечатала она из голов таких же многих деятелей, как Борис Николаевич Ельцин Ну, по крайней мере, вот те, которые занимались партийной работой, идеологией Я ничего не хочу сказать про людей, которые занимались армией, наукой, промышленностью Они занимались конкретными вещами А те, которые, вот что называется, отвечали за идеологию, за мозги У них вот такая была совершенно дикая каша в голове Тут и жандармы, и пора прекращать быть империей И так далее, и так далее, и так далее То есть полный винегрет в голове Вот, поэтому тема империи была запущена, конечно, как тема для осмысления На протяжении многих-многих десятилетий Мы только сейчас, вот хорошо, что там 300-летие Российской империи Произглашение Российской империи было в прошлом году Это был такой, мне кажется, важный толчок к суждениям по этому поводу Уже более взвешенным Мне кажется, это очень важный разговор Потому что, ну, я думаю, что вот твой вопрос, что есть империя современная Он очень правильный И ответ на него, наверное, что много чего есть в современной империи Потому что, ну, Китай, да, я думаю, что ты прав Абсолютная империя Соединённые Штаты, как бы они из себя не строили что-то другое Детскую песочницу или институт благородных Ведь это, конечно, империя И они, как бы, не называя себя никогда империей Они проговариваются в деталях Мы возьмём там книжку Обамы Которую, будучи президентом, написал про то, что Ну, прям открытым текстом написал Какие в Америке есть на этот счёт амбиции Значит, да У нас в ДНК отпечатано стремление к решению Географическому, экономическому, идеологическому Написал президент Абара Хусейн Обама в 2008 году Это не империя, но, конечно, это империя Я тебе так скажу Вообще, Барак Хусейнич Человек был исторический Потому что, будучи в должности Ещё никто столько не наговорил правды Про Америку, как Барак Хусейнич Это поразительно Так бы, это... Почему он это делал? Я не очень вообще понимаю, Володь А мы ещё гадаем, за что ему дали Нобелевскую премию Видимо, за такую вот широкую американскую душу Вот, но если серьёзно говорить То, конечно, это империи И если в XIX веке надо было называться империей И подкреплять это какими-то соответствующими ресурсами То уже в XX веке, а тем более в XXI Называться для этого не нужно Достаточно быть империей Иметь имперские амбиции И, ну, самое главное, конечно Ресурсы, возможности эти амбиции Подкреплять на каком-то более значительном уровне Отстаивая свои интересы и прочее Да, вот Красивые люди Да, нет У меня до тебя был Сергей Васильевич Лукьяненко Я хотел похохмить и сказать А вот этот самый Дед на перфокартах Он с кем здоровается? Может, он видит вот ваш мир? Но устыдился Потому что он очень Он очень серьёзно начал отвечать на мой первый вопрос Потом я думал, ну, я сейчас задам И он понимал, ну, что, профессор, значит, там сбрендил Вот А может, действительно, вот Действительно, смотри Он Байден может видеть потаённый мир Шучу, всё, извини Ну, да Но, действительно, люди Вот ты посмотри Они же все разные Но все из них имперцы Да? Ну, Байден Это вот уходящая Вот эта великая американская империя Империя Рейгана там У него не получилось сбаллотироваться Но вообще, как говорится, технически Да? Он бы мог быть одним из конкурентов Рейгана На одних из выборов Да? Значит, империя Периода расцвета И начало угасания Когда выяснилось, что у империи есть внутренние проблемы Это Обама Ну, и перспектива империи Когда в империю пришёл суровый мужик Кирдык Пафнуч Это вот Камала Харрис Но это всё равно империя Вот они вот И никуда ты от этого не денешься Извини, я тебя опять перебил Всё Нет-нет-нет-нет Ну а что тут говорить-то Они не скрывают этого У них действительно Самый мощный ресурс Для решения этих задач И на самом деле При всей потешности Байдена Который Вот я смотрю эти кадры Я думаю Вы понимаете, что он сейчас Президент Соединённых Штатов А не вице-президент При Обаме Или он Выпадает куда-то Они так меняются местами На трибуне Что мне кажется У человека может в голове запутаться Уже в какой он должности пребывать Такие страшные кадры Мы сейчас наблюдаем Вот Несмотря на потешности Байдена И Камала Харриса За ними стоит огромная сила Это Смех такой Ну как бы За этим смехом должно стоять Наше чёткое понимание Что мы имеем дело С очень серьёзным противником Мы привыкли говорить Что мы победили В 45-м году Самое страшное зло А Мы сейчас С каким Вообще Злом столкнулись Самое страшное зло 20-го века Мы победили А сейчас у нас Зло 21-го века И нам нужно Очень здорово Не расслабляться По этому поводу Глядя на потешного Президента И Немножко простоватую Скажу мягко Вице-президента Соединённых Штатов Это Внешняя оболочка А за ней стоит Действительно мощная империя Которая Привыкла быть империей И которая На самом деле Мне кажется Самую большую Сложность составляет Не хочет никого видеть Равной себе Вот Мы сделали В понедельник В понедельник Выйдет Наш октябрьский номер Посвящённый 60-летию Карибского кризиса С интервью Кстати Дмитрий Геннадьевич И вставь его Я рекомендую В понедельник Во вторник Зайти в киоск Купить Потому что Очень интересный номер Очень интересное интервью Но Конечно Мы с одной стороны Живём В эпоху Кризиса 2.0 В отношениях Ядерная держава Но конечно Абсолютно Право Те Кто говорит Что это Совсем другое Качество Эти кризисных Отношения Потому что Наверное Всё-таки 60 лет назад Соединённые Штаты Готовы были Разговаривать С Советским Союзом Считать его Равновеликой силой Себе И это было Основой Дальнейших Договорённостей А сейчас Соединённым Штатам Кажется Что Они просто Не могут себе Позволить Ни с кем Договариваться Что они должны Проламывать Продавливать всех Через колено И это создаёт Как раз Главную угрозу В этой ситуации Потому что Когда империя Закусывает у дела И действует Как каток Она Может много Чего натворить Просто она Неадекватно Оценивает Окружающий контекст Это Самое плохое Что может быть У катка Который катится С горы Значит Я тебе так скажу Вот Империя Развивающаяся Это касается И китайцев В фазе Там Допустим Циньской даже Империи Начало Циньской империи И Америка Развивающаяся Но там Немножко по-другому Но всё равно Это ведь Очень гибкие Структуры были Вот смотри Те же американцы Но империалисты Так Просто Ну Дальше некуда Но тем не менее Посмотри Как они работали С тогдашними Начало Там Конца 19 Даже Начало 20 века Так называемыми Национально Освободительными Движениями В Латинской Америке Ну да Потом началась Дипломатия Канонерок Но в начале В начале Они Тех же самых Испанцев Вышибали Это с той же Кубы Они были Гибкими Насколько Была Гибка Британская Империя Вот В своей Структуре Это легенда Французская Конечно Была Менее Гибкой Там Ценности Свобода Равенства Братства Они Там Рамки Создавали Но тем не менее Она была Немножко Про другое Вот То что я вижу Про Соединенные Штаты Вот эта Империя Стала Окостеневать Вот как Окостеневать Я тебя перебью Очень соглашусь С тобой И показателем Это является то Что даже Проводя эту политику Канонерок Там И всего прочего Американцы Смогли Внедрить В сознание Почти всего Земного шара Что они как раз Не империалисты Что они как раз Не империя А супер Отцовая демократия Эталонная И все Именно так Именно так В том числе И Россия При первом президенте России Вот А сейчас Это не работает Сейчас очевидно Что это империя И со всеми Вытекающими Последствиями Кстати говоря Там голосование Последнее в соубедии Когда Значит Ну можно сказать Россию поддержали Так очень мягко Крупные достаточно Игроки Показывают Что даже На американском Континенте Там есть Бразилия Да Бразилия Меня больше Больше поразила Не Индия Хотя и для индийцев Сегодняшняя ситуация Это был акт Огромного мужества Меня больше поразила Бразилия Так Где в общем У власти стоит Президент Как бы Образцом для которого Он сам это говорил Я ничего не приписываю Был Дональд Трамп Который Помнится мне Был американским Президентом И вот Бразилия Нашла В себе Мужество Воздержаться Вот это Окостенело Володь Вот ты понимаешь Они окостенели Они не способны Вбирать Новое А параллельно Вот заметь Раньше Они брали Вот значит Очень хорошо Они даже Нашли в себе Мужество В какой-то момент Да Не очень Корректно Но включить В себя Индейцев Американских Индейцев Тоже они называют Коренными Американцами Но мы Слава богу Их можем Все еще Называть Индейцами Так Вот Самый известный Из которых Является Один из Помощников Президента Российской Федерации Сивен Сигал Так Ну это я так Запятую поставил Вот Они даже Их смогли Попытаться Да Плохо получилось Не получилось Считай вообще Никак Да Но они даже Их попытались Интегрировать И вот мы видим Как за последние 20 лет Эта империя Окостеневает Она не может С себя Принять новых Каких-то Вот даже Социальных Она торгает Да И она начинает Действительно У тебя очень Образ Такой Вот я тебе Просто советую Его как-то Развить Понимаешь Это очень нужно Вот образ Империи Как катка Когда империя Это одеяло Она расширяется А вот империя Как каток Который давит Это да Слушай Значит Я тебе так скажу Валерий Николаевич Я тебе еще раз Через некоторое время Все-таки выдерну Хочу с тобой Обсудить Вот просто Конкретно Школьное образование Нас говорят Учить истории Учить истории Учить истории Учить истории Я все время Заю вопрос Какой истории Ну хорошо А мы вот Научим людей Историей Как ее трактовали Допустим В 96-м году Вот ты Прекрасно Зачитал Вот такой История И что Сейчас бы у нас Были бы люди Им бы было бы Там в районе 35 лет Которым вбили В голову Вот эту историю Это что Хорошо бы было А сейчас Я тебя благодарю Многие наши проблемы Сейчас Из-за того Что вот именно Такую историю Вбили Или не вбили Никакую Оставили просто Что есть Слушай Знаешь Я сейчас циничную вещь скажу Лучше никакой Чем такую Наверное Вот так Спасибо тебе Дорогой Валерий Николаевич Спасибо Вот Многотрудное дело Издание Читаемого Журнала Про историю Делают человек И плюс Что в школе Преподают Реально В школе Преподают Как он это вытягивает Я не понимаю Замечательный человек Вот Я переведу дух Ну что коллеги У нас последние Полчаса Этого тяжелого Не во всем Удачного Для нас дня Но дня Я думаю В который Эта странная Война у нас Закончилась Дня Я думаю Последние два дня Это когда Начала формироваться Наша Новая Россия Россия 21 века На мой взгляд Мы эти дни Долго будем вспоминать И в положительном И в отрицательном Плане Но мы были частью Этой истории А у меня Мы же На сегодняшний день Как принц сейчас говорит Крайний гость Хотя он ни разу Не крайний Так Действительно Один из ведущих Экспертов Вадим Алексеевич Аватков Специалист По Турции Турецкому миру По Эрдогану Он у нас на связи Ребят На связи На связи Телеграмм Телеграмм Канал Подписывайтесь Я с удовольствием Читаю Очень часто Перепащиваю Мы довольно часто Обсуждаем Разного рода Политические проблемы Слушай Владимир Бей А вот Объясни мне А вот У меня ощущение Что Эрдоган Заигрался Вот он В какой-то момент У него Во-первых Стало слишком много Фишек А во-вторых Он слишком многих Кинул И по Зерновой Сделке И обещания Там Американцам Кое в чем Не выполнил А он Сяв в угол Не загнал Как считаешь Ты Вот ты его чувствуешь Я его чувствую Геополитически Да А ты его чувствуешь Вот с точки зрения Вот такого Конкретного Политического Знаешь Такой анекдот был В советское время Капитализм Загнивает Капитально А социально А социализм Капитально Вот я его На макро уровне Чувствую Да А вот ты Все-таки На уровне Чисто политическом Операционном Не заигрался Знаешь Вдруг Эрди На самом деле Заигрался Заигрался Достаточно Серьезно Ты очень правильно Ставишь вопрос Он очень Точный Двустулья Которое Было И остается Сегодня у Эрдогана Начинает Все больше Напоминать Шпагат А не Двустулья И со Шпагат Эрдоган Большие Проблемы В силу Своих Особенностей Организма Как говорится Вот это Многостулье Оно не может Длиться Вечно У него Есть пределы А приори Есть пределы Кроме того Сама по себе Идеология Хаба Хороша Но хороша Тогда Когда есть Некое Мирное Сосуществование Тех Кто Окружает Этот Самый Хаба Этого Мы Наблюдаем Турец Стянуты Сегодня То Стягиваются Туда То Сюда То Значит Граница С Грецией То Граница С Арменией То Однажды Ночью В Сирии Как говорится И Ресурсов Под это Все Недостаточно Категорически Недостаточно То Да Турция Претендует На то Чтобы быть Мировой Державой Вот этой Самой У У Нее Для этого Ресурсов Недостаточно Она Использует Ресурсы Других Да Бесспорно Потому что Все Кто Прокачивает Через нее Газ Все Кто Работает Через ее Территорию Способствуют Увеличению Возможности Турецкой Республики Но Это Опять же Тоже Имеет Свои Пределы Инфляцию 80 плюс Процентов Никто Не отменял А по неофициальным данным Больше сотен Ну и кроме того Растут претензии Реальных Вот этих самых Мировых Держав И Претензии Вопросы Растут С каждым Поворотом И Оказываться Между Оказывается Все Сложнее Сложнее Еще раз Сложнее Потому что Все Когда придется Решать Что придется Решать Ну например Куда Пойдем В Грецию Пойдем Это с НАТО Мы будем Сталкиваться Ну в смысле Мы турки В данном случае Пойдем В сторону Армении Это как Это Россия Это что такое Что за безобразие В Сирию Пойдем С Ираном Столкнемся С Россией Столкнемся Зачем это надо Вот Ну Кипр Кипр Остается Но Это опять Греция Все равно Дальше Следующий момент Турция НАТО Ультиматум Громкие слова О том Что шведы Финны Никогда не Вступят НАТО Пока не Выполнят Все условия Которые Были Поставлены Турецкой Республики Все хорошо Звучит Вот сейчас С парламента Голосуют За вступление Швеции И Финляндии Турция останется Одна А что она Будет делать Она проголосует Против Если шведы И финны Не выполнят Условия Турецкой Республики Проголосуют Против Что с ней Сделают Соединенные Штаты А у Соединенных Штатов Очень большие Ресурсы В Турции Это Оппозиция Это Крупный Бизнес Это Различные В целом Социально-классовые Субъекты Современные Турецкой Республики Что еще Так сказать Продолжать Конфронтировать С Россией На постсоветском Для нас Это очень Неприятно Мягко скажем И болезненно Мы же тоже Можем сделать Вывод В какой-то момент Ну вот Сейчас Отключили Карточки Мир В Турции Придумывают Какие-то Ваучеры Это конечно Очень своеобразно Вот если Я например Еду не с Группой Туристической А просто Еду в Турцию Какой ваучер Я должен Получить И главное Как он будет Работать В магазине Ахмеда Который торгует Щубой Условно говоря Никак Да Что он будет делать С этой самой Карточкой Ваучером Да Ахмед В магазине Каком-то Я тебе скажу Он возьмет у тебя За три цены Если возьмет Я думаю Что он не возьмет 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 Вишь Вишь Я Я Я слишком Хорошо думаю О людях Не 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 возьмет Не возьмет Почему Потому что Эрдоган далеко А малый бизнес Здесь где-то близко Рядом Кушать хочется Кушать хочется Турецким малому Бизнесу А я напоминаю Что он составляет Все-таки большинство В Турции И зависит он От туризма И от вообще От много чего То есть Туризм надо рассматривать Только как там Отели Дело не только В отелях Дело в том Что вот Например Турист выходит Погулять в город Он покупает Там что-то Какой-то Сувенир То все Это все Мало бизнес Турецкий И он Под огромнейшую угрозу Какие ваучеры Что это такое Что они с ним Будут делать Ну понятно Отели там Будут как-то Принимать А завтра Деланные отели А экскурсии А то что И таких вопросов Очень много Вот Вот это вот Многостулье Оно все больше Напоминает Вот этот кривой шпагат Когда ты не умеешь Садиться на шпагат Тебя сажают На него сажают Сажают И в итоге Очень больно И вот В данном случае Болезненность Этого процесса Начинает В Турции ощущаться Чем ближе Будут выборы Тем больше Будут давить На всю эту идеологию Хаба Соединенным Штатам Нужно Либо свой Либо чужой Либо Подчиненный Либо никак иначе Вот Колонизации Европы Удается Слышал все Что вы говорили По поводу экономики До этого Да Вот Колонизации Европы Удается Удается Идет бешеным А Турция Что-то тут Хулиганит Еще смеет заявлять По поводу Ф-35 Что их Эпоха Заканчивается Скоро будет эпоха Турецких Как это Беспилотных Истребителей Да Серьезные заявления Начинают звучать Из Турции Которые подрывают Как американцы Считают их авторитет В мире Ну и я могу сказать Что конечно у нас Есть вопросы Ну вот Очередное Долго-долго Турки думали Как отреагировать На референдумы Которые прошли Ну Наконец под вечер Отреагировали Отреагировали Тем что Отвергают Цитирую Именно слово Отвергают Используем Результаты Этих референдумов То есть Не признают А отвергают Да Это очень интересная Такая мысль Ну конечно Здесь Турции Несколько раз Наступили на горло Ее песни Это Крым В который она Вкладывала кучу ресурсов И надеялся Что он Рано или поздно Престанет быть украинским Станет турецким А тут Россия бах А это часть Была панчуркистской Идеологией Турции Часть Наступательной Идеологии Турции Теперь значит Херсон Запорожье Извинь Да Это Османская империя Как мы с тобой говорили Прекрасно Это еще Неоосманизм Да Турция лидер Пост-османского пространства Отлично Ну и Наконец Есть Вопросы Связанные с тем Что Вот не удалось Подсуетиться Во время Событий Зимних В Казахстане Не удалось Явно Как не удалось Добиться Всего Что хотелось В отношениях На Южном Кавказе И вот эти Вот Неудачи Они больно Бьют По Эмоциональному И здесь я подчеркиваю Турецкое Руководство Оно Конечно Говорит Что у нас хочет Там ЕС Что оно обладает Западным сознанием Ничего подобного Оно обладает Классическим Восточным сознанием Что это значит Восточное сознание Это зачастую Эмоциональное Давлеющее Над рациональным И вот это Самое опасное Это мы уже наблюдали Когда был сбит Самолет Российский Это эмоционально Это эмоционально Давлявшее Над рациональным И нельзя исключать Что в какой-то момент Эмоции могут Перехлынуть И здесь И в какую сторону Они так сказать Хлынут Это достаточно Большой вопрос Там будет Не важно Друг Брат Вот это вот Все То что турки любят Это совершенно Не работает На практике Да Ты конечно Картины Нарисовал Сейчас Я попробую Сейчас Сформулировать Такой вот Хулиганский Вывод Из той Картины Которую Ты нарисовал То есть Грубо говоря В какой-то момент Когда он Поймет Что он С выборами Эрдогана Я имею ввиду Провисает У него может Случиться Нервный срыв Да Нервно-политический Я бы так сказал Партнер у нас Такой Да Эмоциональный Да У нас такой Партнер эмоциональный От которого Зависит Предпоследняя Ну будем прямо Говорить Последняя Ветка газоснабжения В Европу То есть Как бы Вообще Судьба Европы Как более-менее Социально Развитого Пространства Зависит от того Будет у Эрдогана Нервный срыв Или нет Да Ваня Алексеевич Ты конечно Тут В общем Нарисовал Большую картину Самое интересное Дмитрий Брейт Тут такая ситуация Мало того Европейцы Это не осознают Вот что самое Смешное В этом процессе У европейцев Нет понимания У европейцев Нет понимания Того что Вот Они медленно Но верно Прекращают быть Хоть сколько-то Развитыми Теряя Вот эту подпитку Ресурсами Теряя Связку С внешним миром Которая шла через Россию Сейчас Идет как-то там Через Турцию Но они просто Начинают Оказываться Большую изоляцию И к чему это Приведет Совершенно Непонятно Ну вернее Понятно К чему это Приведет Но Вот здесь Зависеть От действия Эрдогана Ну вот сейчас Там 100 тысяч Человек Стоит 150 Фактически На границе Турции И Греции Да Туркам Не надо Атаковать Грецию Им просто Надо в сторону Отойти Вбок И постоять Посмотреть Для Греции В ее нынешнем Состоянии Я тут Что называется Изучил Пару табличек В Америке Я тебе скажу Что для Греции В ее нынешнем Состоянии Хватило бы И 100 Тысяч Человек Которые так Просто Зайдут И привет 150 Это даже Я бы сказал С избытком Но вот Меня больше всего Пугает Что один Эмоциональный Да Вот Европейцы Остальные Они вроде Как Вот смотришь На них Они невменяемые То есть Вот как Можно Не понимать Вот уже Меркель Ну ты видел Значит Меркель Вылезла Говорит Ребята Все 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 Надо строить Систему безопасности России Потому что Дальше Кирдык Это вот это Меркель Ненавидящая Нас За пионерский Галстук И то Она Вылезла Говорит Ребята Надо Останавливаться А они Они же В этом Вальсе Танцуют Они же Не понимают Что У них Уже Отобрали Химию Сейчас Идет Отбор У европейцев Машиностроение Вот Вот Закончится Причем Так Жестко Судя По Тому Что происходит В Голландии Сельское Хозяйство Текстиля У них Уже Нет Давно Итальянские Там Всякие Итальянские Текстиля Это Китай Бангладеш Это Мы и так Знаем Да В лучшем Они все в вальсе Кружатся И к ним Тут Значит И на белый танец Приглашают На танцплощадке В райцентре Приглашают Эрдогана Причем На их условиях Это вообще Че Это Какое Знаешь Это Какое У меня Вот был Сея Васильевич Лукьяненко Я думаю Что это Только он Может Писать Да Вот Таких Романах Где Зазеркалье Сращивается С явью Потому Что Ну Это Какой-то Просто Сюр Извини Да Вот Именно Очень точное Слово Подобрал Сюр Именно Его Мне Хотел Сказать С Лукьяненко Была Очень Интересная Беседа Я надеюсь Что Может Он Когда-то Опишет Это В одном Из своих Романов То Что Происходит Очень Точные Два Слова Невменяемая Эмоциональная Вот Как Они Объединяются В этом Самом Танце Это Что-то С чем И Проблема Заключается В том Что Сегодня В турецком Обществе Такое Доминирует Мнение По поводу Европы Что Пусть Скорее Европа Вступает В состав Турции Чем Турция В состав ЕС И Чему Это Все Приведет Зазеркание Невменяемых Эмоциональных К Новому Миру Мы Движемся К этому Самому Новому Миру И Да Китай Да Китай Будет В Европе Да Турция Будет В Европе Да Арабы Будут В Европе И Северная Афра В целом А Европа Будет Европа Это Будет Новая Европа Это Будет Новая Европа И Вот С Этой Самой Новой Европы Когда Там Наведется Новый Порядок В результате Анти Классных Воин Освободительных О которых Говорил Владимир Владимирович В своем Вступлении Вот Когда Эти Освободительные Воины Придут К Каким То Успехом Мы Может Быть Снова Начнем Разговор Но Это Будет Другая Европа Это Будет Не та Европа Которую Мы Знали Это Будет Совершенно Другая Европа Потому Что Конечно Этот Бардак Который Там Творится Совершенно Не Подходит С точки Зрения И Арабов Которые Туда Стремились И Турок Которые Туда Стремились Ну Вот Значит Этот Танец Должен Привести К Какому-то Результату Танец Неспроста Там Правда Я не думаю Что нам Нужно Мешать Этому Процессу Тем более Что Греция Про Болгарию Вообще Молчу И Историю Каким Образом Она Поступала В отношении Нас На протяжении Истории Заканчивая Южным потопом Начиная Со всевозможных Войн В которых Она Участвовала Против Но Что касается Греции В Греции Сегодня Бас И присутствие НАТО И Соединенных Штатов Америки Намного больше Чем в Турции Действительно Так И Ну Что ж Как бы Ну Турция Выразила протест Уже Соединенным Штатам Америки Такого Никогда Не было Турция Выразила протест Соединенным Штатам Америки В связи с тем Что они позволяют Милитаризировать Острова Находящиеся Рядом С Турцией То есть Все идет К логичному Своему движению Надо мешать Надо всячески Поддерживать В данном случае Да Это будет Неуправляемый хаос А управляемого хаоса На самом деле Не бывает Это заблуждение Америки Да это только Америки В книжках Бывает Они все Вот такие Тома Списали Про управляемый хаос Расскажите мне Хоть один раз Когда американцы Смогли управлять Хаосом Больше чем На первом шаге Первый шаг Да То есть Они его заваривают А потом Даже Да И все А потом все И все Так в том И все Но нужно Учитывать Что хаосом А точнее Формированием Подконтрольных Лоббистских групп Может управлять Турцией Турция очень неплохо Научилась у Соединенных Штатов Хаоса Это первое И она его может Заварить в Европе Второе Турция Очень хорошо Научилась Даже лучше Своего учителя Работать С Населением И это важно И нужно понимать Сегодня Вот когда мы Говорим о необходимости Обновления кадров В том числе И в нашей стране О необходимости Формирования Нового мира Формирования Активного Неожидания Когда он сам Сформировался А формирование Активного Нашей позиции Нужно понимать Что те самые кадры Они решают все Никакая Работаизация Информатизация Не занимает человека Который Разбирается В том Что он делает Действует Осознанно И несет ответственность За свои действия Персональная ответственность О которой Ты сегодня В эфире Тоже говорил И это касается Всех направлений Абсолютно Всех направлений Нужна Перестройка Этого самого Взаимодействия Но не дай бог Не та перестройка Которая была раньше Но она требуется И нам Она требуется И нам Потому что Нам предстоит Взаимодействовать С новым миром Нам предстоит Его выстраивать И мы Должны понимать Что пассивно Здесь наблюдать Не получится Конечно Бесспорно В те наши Ну не все Но очень большая часть Наших ресурс Сегодня брошена На запад Но у нас есть восток У нас есть Постсоветское пространство Которое вообще Записано в приоритетах Концепции Нашей внешней политики В том числе У нас есть в частности И Средняя Азия И Южный Кавказ И там происходят Очень интересные процессы В том числе И в связи С Турецкой Республикой От того Каким образом Мы будем действовать Зависит сейчас Очень много Кроме того Туда уехала Часть наших граждан Это тоже Нужно осознавать Которое будет Носить абсолютно Новый баланс Если не сказать Дисбаланс В наши отношения С этими странами В это пространство А в плане Формирования Смыслов Потому что пока Европа будет Переходить В то самое Состояние Абсолютной Невменяемости Совместно С эмоциональностью Отсутствие Стратегического Мышления Вот это вот То пространство Которое на Востоке Оно не будет Стоять на месте Оно будет развиваться Оно будет развивать И оно будет Пытаться влиять На сопредельное Государство Удивлю Расстрою многих А может напомню Многим Что сопредельным Государством Мы являемся Мы Поэтому Не ожидая Того Когда на нас Было бы неплохо Влиять на них Иначе Осталось у нас Минута 20 секунд Спасибо тебе Дорогой Что пришел В этот поздний час Спасибо Мы найдем Возможность Поговорить подольше Но мысль у тебя Очень богатая Если ты Не активно Участвуешь В процессах Переформатирования Мира Ты не игрок Ты дичь Спасибо тебе Дорогой Береги себя Спокойной ночи Хорошего воскресенья Ну вот Такой у нас Сегодня был День Тяжелый Не во всем Приятный День Прямых слов Прямых Иногда Обвинений Прямого Выяснения Отношений Знаете Иногда Бывает Что это Правильно Нет Думать Кто-то Что-то Про нас Сказал Это их Проблема Главное Что мы Про себя Стали многое Понимать Ответственность Упорство И спокойствие Это наши Лозунги На ближайшие Несколько Лет И точно На ближайшие Полгода Отношений Отношений Отношений